Эта группа алматинцев уже больше года борется в суде с государственной машиной. Здесь не встретишь здоровых и молодых. Все они пенсионеры. И вновь у порога горсуда Алматы. В прошлом году пожилые люди подали в суд на департамент агентства по регулированию естественных монополий. Потому что агентство разрешило монополистам поднять на 30% тарифы тем жильцам, у кого не установлены общедомовые счетчики. Пенсионеры требуют отмены этого постановления. Решение за касационным судом. Пенсионерка Мария Будецкая в свои 76 лет пришла в суд вместе с остальными. В сумке целый пакет документов с показаниями. У нее нет счетчика. Она платит по завышенным тарифам. 350 тенге за кубический метр горячей воды. За то, чтобы правильно давали тепло. Не хотят, пусть поставят мне счетчик. Я по счетчику буду платить. Владимир Рукин выступает защитником возмущенных пенсионеров. Фемида сегодня от них отвернулась. Касационную жалобу они проиграли. Существует постановление закона естественных монополий. Статья 7, пункт 9. Четко прописано. Монополист обязан никогда к нему обратиться. Он обязан установить общедомовой прибор учета. И монополисту дали срок. До 1 января 2009 года он обязан был установить это. Вот собственно и сам общедомовой счетчик, что наделал столько шума. Председатель КСК АСЫЛ Владимир Колосков особо не в восторге от этого аппарата. Устанавливали счетчик за счет жильцов. Хоть с ним на 30% дешевле пользуются теплом, но есть у счетчика и много недостатков, говорит председатель КСК. Деньги на реализацию программы по обеспечению всех домов счетчиками государство выделило еще 10 лет назад. Тогда почему монополисты заставляют их устанавливать за счет горожан, возмущается активистка Канагата Киева. Мы задавали вопрос, где эти деньги. Мы писали в правительство, писали в Акимат, писали в Дарем. Никто нам не сказал. В районном суде, когда задавали этот вопрос, представители Дарема, они сказали, да, были выделены денежные средства. Но куда эти деньги потрачены были, никто не сказал. От самого антимонопольного агентства удалось услышать лишь этот короткий ответ. Это правда, что государство на установление общедомовых счетчиков выделило деньги? Не понимаю. Сегодня эти люди суд проиграли, но борцы за равные тарифы настроены оптимистично. Планируют поехать в Астану, в Верховный суд. О совести, о справедливости.